Теперь хочу остановиться на покровных культурах. Это лето было очень необычное. У нас прошел шторм, и выпало немного осадков. Хотя это обычно очень редко для нас. Поэтому мы быстро отцепили от нашего трактора бункер-накопитель и зацепили сейлку. И мы начали сеять покровные культуры. И в состав этих покровных культур мы включили подсолнечник, кукурозу, сорга, сафлор, бобы, горох, кормовой горошек и редьку, тилыч рэдиш. Включите, пожалуйста, второе видео. В то время мы отгружали наше зерно. Я был за рулем грузовика. Здесь мы сеем покровные культуры в очесанную стерню от тшеницы, которую убрали здесь около двух недель назад. Да, эти две недели мы пытались отгрузить наше зерно. В общем, вот та картина, которую я хочу видеть на своих полях. Я хочу, чтобы полностью, сто процентов моего поля было закрыто. То есть не было голой земли и были стоячие растительные остатки. Даже после того, как сошник уже прошел по пулю, я не хочу видеть голую почву. Если после посева у меня есть открытая почва, значит мы плохо справились со своей работой. Но так выглядит наш посев. Очень просто. И там нет никакого заминания, налипания и нагортания. Потому что я очень ленивый, и вот как я хочу работать. Сделать все за один проход. После посева у нас примерно две недели стояла температура выше 40 градусов. И это было очень жарко. И очень сухо. И мы решили, что наши покровные не получатся. Потому что очень жарко. Но через какое-то время я приехал проверить свои покровные. Через несколько недель. И они выглядели уже лучше. В засушливых условиях, в которых мы находимся, когда на километры вокруг нет ничего зеленого, на моих полях были зеленые участки. Потому что в тот год я сел покровные культуры участками. Делал несколько кругов проходов селок и переезжал на другое поле. И я засеял практически на каждом своем поле понемногу покровных культур. Посмотреть, как на разных почвах они произрастают. И где-то около 150-200 гектаров в тот год я засеял. На 25 разных полях. И больше дождя не было. Но покровные культуры продолжали расти. Потом уже ближе к посеву нашей основной культуры пошли небольшие осадки. И тогда покровные культуры начали активно вегетировать. И вот так выглядела вот эта японская редька. Или, как и называют, тилыч редиш. Это невероятный инструмент для того, чтобы открыть подпочвенный слой. Разуплотнить почву. И я опрыскивал падаль с пшеницей вокруг этой покровной культуры. И заехал посмотреть на покровную культуру. Там было два года пшеница выращивалась, и теперь покровная культура. Отличный покров, равномерно закрыла всю почву. Эта фотография, на ней стоит мой отец и держит вот эту редьку дайкон. И она была везде по моему полю, хотя очень немного семян мы положили. Если вы хотите произвести разуплотнение пложенной подошвы, некоторые используют глубокорыхлитель. Но проблема в том, что вот эти орудия для обработки почвы сами и являются проблемой, вызывающей уплотнение. Поэтому с помощью оборудования невозможно решить проблему уплотнения. Вам нужно решить эту проблему с помощью корневой системы. Конечно, вот эта редька на этом фото немножко переросшая. Я бы хотел, чтобы она была половину меньше и немного глубже росла. Но посмотрите, в этой редьке она полна азота, фосфора и микроэлементов. И когда она начнет разлагаться, эти элементы станут доступными моей пшенице. И здесь происходит посев покровной культуры. Посев в эти зеленые покровные культуры был удивительным. Это был новый опыт для нас. Я решил заснять видео. Сейлка проходила просто очень как по маслу. И мы всевали пшеницу в этот участок. И не было никакой проблемы с узкими рядами на 15 см. Тем утром мы опрыскали эту покровную культуру, используя немного глифосата. И напрямую посеяли. И что мы обнаружили, что сеять в зеленую покровную культуру вообще не проблема. И можно практически в любое количество зеленой биомассы посеять свою культуру. И мне этот посев настолько понравился, что я еще вышел и сделал несколько фотографий. Вот этот проект для нас проводит САНТФА. Это организация фермеров штата Южная Австралия. Они изучают перспективные методы земледелия. И предлагают мне закладывать некоторые опыты на своих участках. А мы хотим проводить исследования на покровных культурах. И вот что мы сделали. Мы взяли и заложили два прибора, которые измеряют влажность почвы. Один на участке, где были покровные культуры, это верхний график. И нижний график, это тот участок, где был наутил, очес, но опрысканный, где ничего не росло. И вот на графике сверху можно заметить, что покровная культура израсходовала 30 мм доступной влаги. Но то, что мы заметили позже, в конце сезона содержание влаги под покровной культурой практически догнало то, где не было покровной культуры. И между ними всего лишь уже 5 мм разница. Там, где была покровная культура и где не было. И мы начали спрашивать себя, в чем же дело, почему это происходит, как нам удалось догнать и накопить эти 25 мм доступной влаги за сезон. Потому что влага, которая есть там сейчас, для меня намного важнее, чем влага, которая была 3 месяца назад. Потому что влага, которая есть на данный момент в почве, это влага, которая достанется моей культуре. И потом мы заложили еще больше опытов, и мне помогал в этом Грег из организации САНТФА, чтобы изучить, как покровные культуры забирают влагу или нет, какие, сколько. И тут мы использовали также вот эти приборы для исследования влажности почвы. Вот эти графики, я их воспринимаю как уровень топлива в машине. Допустим, если у вас в машине бы не было датчика уровня топлива, то как бы вы знали, сколько у вас осталось бензина в баке? И когда вам нужно заправиться. И вот посмотрите на график, и вы видите, где внизу красное, это значит бак пустой, где вверху зеленое, голубое, это значит, что он полный. То есть это количество влаги в почве. И это очень просто. Когда идет дождь, график ползет вверх. Когда культура забирает, использует влагу, график опускается. И вот здесь графики пшеница, рапс и пшеница-пшеница. И в этот год был хороший дождь, это тот год, когда мы посеяли покровные культуры. Потом пошел еще один дождь, вот опять график идет вверх. И были еще хорошие дожди в течение сезона, для того, чтобы поддерживать пшеницу. И сейчас пшеница начала использовать эту влагу, и ее количество начало сокращаться. На этих графиках такая же картина. Вот эти скачки на графике вверх, это были дожди. Допустим, на этом графике мы имеем около 100 мм запасов влаги. Решение, которое я принимаю в течение двигационного периода моей товарной культуры, это в основном решение по поводу азота, вносить или не вносить. Я вот смотрю на график, сколько у меня есть влаги доступной. Мы вносим карбамид в июне и в июле. Если я вижу, что у меня есть избыточное количество влаги, я могу под расчетный урожай внести дополнительное количество удобрений. Но если бы влага на графике была вот как здесь, внизу, то я бы не стал вносить удобрения. Потому что у нас нет накопленной влаги. Рассчитывать на прогноз погоды мы не можем, потому что они всегда обманывают эти прогнозы. Но вот этот график содержания влаги, он всегда дает гарантированную информацию. Но когда в это время года мы получаем полную влагозарядку, то тогда я с удовольствием покупаю карбамид и иду и вношу его. На этом фото всходы пшеницы по покровной культуре. Это тоже было первый год удивления для нас, потому что мы не знали, взойдет ли это пшеница или нет. Но когда объезжали поля, приехали и увидели, что прекрасные всходы пшеницы мы получили. И вот что еще мы обнаружили. Редька. После посева часть ее осталась лежать сверху. Это дайкон. И когда я ее поднял в руки, посмотреть, что с ней происходит, а снизу там было полно червей, которые поедали ее. Вот это зимняя покровная культура, которую я сел в этом году. И когда я вернусь домой, я буду всевать в нее подсолнечник. И на этом фото, это я стою там в покровных культурах. Да, я не очень высокий, но все же покровные культуры полностью меня закрывают. И вот эти покровные культуры здесь достигают почти двух метров высоту. Здесь была рожь, редька, горох и люпин. Это все мы смешали и высели вместе. Люпин и горох для того, чтобы накопить азот. Рожь для того, чтобы сделать мочковатую корневую систему и накопить углерод. И также он помогает рожь накрыть почву. А редьку дайкон мы используем для того, чтобы разуплотнить подключенный слой. И вот на фотографии вот эта редька дайкон, мне нравится вот этот размер, чтобы она была такого размера. Если фермер начинает работать в возрасте 20 лет и выходит на пенсию в возрасте 70 лет, то у него всего лишь есть 50 посевных и 50 уборочных компаний. И мы должны убедиться, что каждая посевная и каждая уборка, каждый раз мы все сделали наилучшим образом. И когда я был в Соединенных Штатах на конференции, я сидел и общался с моим товарищем из Америки, Нилом. И он мне тогда сказал вот эту фразу, которая мне очень запала в душу. «Живи так, как будто ты умрешь завтра, но работай на земле так, как будто ты будешь жить вечно». Спасибо большое, что пригласили меня. Надеюсь, информация была полезной для вас. И если вам интересно, можете заходить в Twitter «Anashka Farms». Я там публикую фотографии и разные ролики. Я немного люблю разговаривать, но много фотографий публикую. Также в Twitter вы можете зайти «SA No Till». Это союз фермеров Южной Австралии. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok